Добрый день, с вами China Inspekt и этот выпуск полный обзор на Moto HS Pro или аналог глобальный 20 Pro. В этом видео я поделюсь своим опытом эксплуатации, проведу тесты производительности, автономности и камер. В общем все как обычно, готовые, поехали. Внешне смартфон мне понравился. Приятный дизайн тыльной крышки и модуль камеры, который гармонично по цвету и стилю сочетается с тыльником. То есть визуально не перетягивает на себя внимание. Но вот по форм-фактору мне смартфон показался не очень комфортным. Это достаточно плоский широкий девайс, который неудобно лежит в руке. Еще форма рамки здесь плоская, то есть с грубыми краями без закруглений. В общем к форме придется какое-то время привыкать, как и к расположению кнопки включения. Я в первые дни интуитивно в нее не попадал, так как она находится слишком высоко для привычного расположения смартфона в руке. То есть чтобы попадать указательным пальцем левой руки, мне смартфон нужно взять выше ближе к середине. Это мне показалось неудобно. Правой рукой более комфортно пользоваться кнопками. А что касается самого сканера, то тут у меня никаких претензий. Сканер работает быстро, четко, без ошибок. Все время я пользовался смартфоном в чехле, так как в чехле он ощущается гораздо комфортным. Хотя бы потому, что края становятся мягче. У заводского чехла есть недостаток. Это высокие бортики со стороны экрана. Боковые свайпы назад часто не срабатывают. У Motorola в прошивке есть настройка чувствительности боковых свайпов. Я выставлял на максимум, стало немного лучше, но все равно иногда сенсор не срабатывал. То же самое происходило при быстром свайпе из крайней вкладки. Тут скорее всего баг прошивки, но все же косяки в эргономике есть. Еще у смартфона есть дополнительная функциональная кнопка, которая работает с небольшим набором функций. Например, быстрое открытие любого приложения, либо быстрое сканирование QR-кодов, которое по факту открывается не так быстро, а через прогрузку приложения. Я этой кнопкой не пользовался, так как она расположена еще выше, чем кнопка включения и до нее очень неудобно дотягиваться. В общем, внешне, визуально мне смартфон понравился, он приятный на взгляд, но по эргономике это не мой форм-фактор. Для меня смартфон великоват, мне больше нравится простой Moto HS с более узким корпусом. Теперь перейдем к экрану. Moto HS Pro стоит очень приятный в использовании OLED-дисплея, у которого диагональ 6,7 дюймов и разрешение 2400 на 1080 точек. Сначала протестируем цветопередачу. Здесь есть всего два режима цветопередачи, натуральные и насыщенные цвета. Калибровка здесь скудная, только по шкале холодный теплый оттенок, с всего лишь 7 уровнями, включая нулевой. При уровне по умолчанию калибратор выдал дисбаланс с избытком красного и недостатком синего. Чтобы уравнять цвета, нужно добавить один уровень холодного оттенка. После этого ситуация изменится в максимально сбалансированный уровень по балансу белого. Опять же, если бы здесь был спектр, как у Xiaomi, то можно было добиться более высокого результата. Теперь проверим отклонения в оттенках. Максимальная яркость составила в этом режиме 458 кандел на метр в квадрате. Что является уровнем хорошего IPS дисплея, но маловато для OLED матриц. Средняя Delta E получилась 1.6, при этом все точки легли в треугольники. И при сравнении цветов видно, что Moto в этом режиме выдает более тусклые оттенки в сравнении со стандартом. Поэтому экран по цветам не показался в этом режиме суховатым с желтым оттенком. Второй режим, насыщенный, мне больше понравился. Здесь по балансу смещения наоборот в синий цвет. И чтобы максимально уравнять баланс белого, требуется добавить один уровень теплого оттенка. Delta E при этом очень сильно отклоняется и выдает средний результат в 4.5. При этом многие точки лежат за пределами треугольника и имеют более яркий насыщенный цвет. Какой режим выбрать вам, зависит от ваших предпочтений. Но если вы хотите получать более мягкие и корректные оттенки, выбирайте натуральный режим. Еще по цвету отмечу наличие режима HDR10. Когда включаешь видео в формат HDR10, экран автоматически меняет цветопередачу. Он становится более теплым. При этом картинка получается хорошей. Круги полосы от градиента незаметны. Тест Antutu на градацию серого также не выдает заметных полос. Градиент плавный. По глубине черного я на глаз проглядывал квадрат на пятерке, что является стандартным для OLED матриц хорошим результатом. Сенсор Moto Hs Pro быстрый, но особой прибавки в скорости от сенсора я лично не ощутил. Возможно она есть, но незаметна и несущественна. Теперь что касается вредного мерцания. Здесь его практически нет. При выключенном DC-диминге уровень яркости, при котором мерцание выше 10%, это яркость от 10 до 60%. И максимум коэффициент вредного шим составляет 13%. А при включенном DC-диминге мерцание снижается на несколько процентов и превышает 10% только при уровне яркости около 20%. В общем, вредного шим здесь не стоит бояться. По частоте обновления картинки экран способен выдавать 144 Гц. Отличия со 120 Гцовым экраном я не ощутил. Здесь также плавный скроллинг и свайпы в интерфейсе. Разница между 60 Гц и 144 Гц, конечно же, заметна на замедленной съемке. В общем, экран Moto Hs Pro мне очень понравился. Здесь OLED-дисплей с хорошей передачей цветов, высокой контрастностью, симметричными рамками, высокой частотой, а также здесь практически нет вредного шим. Теперь что касается производительности. Здесь стоит популярный на сегодняшний день чипсет Snapdragon 870. Топ за свои деньги. Не буду заострять внимание на параметрах, а сразу перейду к тестам. В Antutu смартфон набирает 688 с половиной тысяч баллов. Этот результат высокий на уровне смартфонов с таким же железом. В бенчмарк-тесте Moto Hs Pro набрал на одном ядре 976 баллов, а на мультиядрах 3155 очков. Далее я провел тест 3DMark в обычном стресс-тесте. Смартфон выдал очень стабильный результат в 4221 баллов. При этом просадка всего была в 1%. Смартфон в этом тесте изрядно грелся. Температура чипсета поднималась на 17 градусов, до 47 градусов. Я также протестировал девайс в экстрим-тесте. При этом на второй половине теста я сделал замер нагрева смартфона. Температура с фронтальной части достигала 45 градусов, при этом нагрелась сильно верхняя половина экрана. С тыльной стороны была нагрета область с платой. Температура также составляла максимум 45 градусов. Далее я протестировал CPU-процессор в часовом троттлинг-тесте. Здесь тест начинается с максимума в 336 гипс и держится на этом уровне не очень долго. Через 2 минуты начинается снижение. И уже к 10 минуте производительность падает до уровня 260 гипс и держит этот показатель до конца теста. В результате средняя производительность составила 266,5 гипс. Во время нагрузки температура со стороны экрана доходила до 43 градусов. С тыльной области также около 43 градусов. В общем при CPU-нагрузке смартфон слабее греется, чем при нагрузке на графику. Но при этом просадка производительности здесь существеннее. Следующее, что протестируем, это память. Скорость записи составляет 390 мегабайт в секунду. Скорость чтения 1,06 гигабайт в секунду. А скорость копирования в памяти 9,38 гигабайт в секунду. Игра Call of Duty здесь идет плавно, без тормозов и зависаний, на самых максимальных настройках графики. За 30 минут игры смартфон еле греется. Играл я на максимальных настройках при высоком FPS в 60 кадров. К качеству игрового процесса у меня возникли претензии только к звуку. Но об этом мы поговорим в другом разделе видео. Я не стал тестировать Motorola в Genshin Impact. Мне эта игра категорически не нравится. И благо вышла новая Marvel Future Revolution, которая нагружает устройство весьма сильно. Здесь я выставлял максимальные настройки, убрал автоматическое снижение графики при нагреве. Игра идет отлично первые минут 20. После чего смартфон нагревается и после этого начинаются сильные задержки в действиях. То есть игра начинает реагировать на кнопки через заметный промежуток времени, после нажатия. В общем, на максималках железо не вывозит, желательно ставить автоматическое снижение производительности при нагреве. В общем, по железу здесь все приемлемо хорошо для стандартных задач. В троттлинг графики отсутствует CPU процессор троттлит до 20% от общей производительности. Смартфон греется только при высокой нагрузке. В игры играть можно, но не в самые тяжелые на высоких настройках графики. Именно система охлаждения здесь недостаточно справляется с перегревом железа. Потому имеется просадка в игре, в отличие от Mi Pad 5 Pro, где стоит точно такой же чипсет, но благодаря большому размеру и хорошему теплоотводу средняя производительность там выше. Поговорим об автономности. В Moto HS Pro стоит аккумулятор емкостью 4500 мАч. Одного заряда смартфона мне лично хватало на полтора дня. В игры я не играл, постоянно был включен Wi-Fi, мобильный интернет, совершал звонки, смотрел YouTube, Instagram и, разумеется, пользовался мессенджерами. По отдельным замерам ситуация следующая. Один час включенного экрана потребляет 9% заряда, 8% затратили 30 минут видеосъемка в 4К 30 фпс, Один час просмотр видео в YouTube съел 9%, а 30 минут игры в Call of Duty на максимальных настройках графики потребили 11% заряда. Что касается зарядки, то здесь средняя по скорости зарядка в 33 Вт. Смартфон полностью заряжается за 70 минут. По временным отрезкам информация на экране. В общем, по части автономности Motorola проявил себя на хорошем уровне. Еще отмечу функцию Ready For. Это подключение смартфона к ПК по кабелю USB, при котором смартфон на экране компьютера может отображаться как просто отзеркаленный экран, так и представлять смартфон в дисктопном эмуляторе. То есть вы можете открывать любые приложения на ПК, ранее загруженные на вашем смартфоне. При этом лично мне не удалось раскрыть область эмуляции на весь экран. Идея в целом прикольная, но на практике в чем смысл применения этой функции я не понял. Если включить обычное отзеркаливание дисплея, экран также здесь не полностью открывается. А если зумировать, то качество и скорость передачи будет низкой. Настала очередь камер. Здесь я решил протестировать Motorola в сравнении с OnePlus Nord 2. У Motorola стоит 108 мегапиксельный основной сенсор со вспомогательным шириком на 16 мегапикселей и 8 мегапиксельным перископическим модулем с 5-кратным зумом и оптической стабилизацией. Первый пример фото в дневное время был выполнен в авторежиме. У Motorola проглядывается повышенная контрастность в сравнении с OnePlus. При кропе детализация вышла у HS Pro. Это видно на пальмах. Картинка здесь четче и более детализированная. У OnePlus проглядывается легкая смазанность изображения. В режиме экстра разрешения у Moto фото значительно четче, чем у OnePlus. За счет того, что у Moto больше физических пикселей. Но сдалека у OnePlus фото лучше просматривается в темных участках. Да и по экспозиции изображения более сбалансированные. Ширик у OnePlus захватывает больше области, то есть здесь угол обзора намного шире. Плюс у Nord 2 выше экспозиция и при кропе детализация выше. Но есть при этом небольшая редисость. У Moto картинка более мягкая и немного с мылом. Но в целом сдалека качество плюс-минус одинаковое. С преимуществом у OnePlus. При пятикратном зуме у Moto перископ выдает более четкое изображение. А OnePlus кропит картинку с меньшей четкостью. У Moto отмечу явный оттенок желтизны. У OnePlus правильный синий оттенок фотографий в пасмурную погоду. Во втором месте съемки заметно, что на основной модуле у OnePlus выше угол обзора. При этом оттенки у OnePlus более правильные. А Moto выдает более теплую картинку. По детализации при кропе у OnePlus немного выше четкость на листве. Но при этом фото получилось с более низкой экспозицией. Ширик в этом месте у OnePlus выдает небольшое помутнение. Видимо я плохо протер линзу. У Moto картинка более насыщенная, детализация примерно у смартфонов одинаковая. При зуме здесь явное преимущество отдельного модуля у Motorola. Фото получилось достойным, кропа OnePlus явно отстает по качеству картинки. Теперь перейдем к видео. Начнем с Motorola. Здесь велась запись 4К 30 фпс с электронной стабилизацией. При хорошем освещении видео плавно и без искажений. Но вот когда я зашел в тень, стало проявляться заметное легкое дребезжание картинки. Замечу еще у смартфона высокая контрастность картинки и много темных, плохо просматриваемых участков видео. OnePlus видео снимает значительно лучше. Здесь картинка плавная, дребезжания еле заметны, а контрастность ниже. Экспозиция выстраивается плавная, нет засветов. Темные участки хорошо просматриваются. В общем светочувствительность здесь явно выше. В Full HD 60 фпс у Motorola все те же недостатки, как и в прошлом примере. Слишком контрастная картинка и в этом примере проявляется беда с расфокусировкой, которую я встречал постоянно при эксплуатации смартфона. У OnePlus на старте идет резкая подстройка экспозиции, видео более светлое и лучше просматриваемое. С расфокусировкой здесь проблем не было. Широкоугольный модуль на обоих смартфонах снимает без электронной стабилизации. По качеству видео у OnePlus получилось более четкое и просматриваемое видео. У Moto и здесь экспозиция заниженная, поэтому много темных участков. С зумом у Moto явное преимущество. Видео на перископ получается отличным. Оно плавное, детализированное. У OnePlus лучше в этом режиме не снимать. Есть тряска и качество видео низкое. Перейдем к ночным снимкам. В первом случае в ночном режиме OnePlus явно выигрывает по качеству и детализации картинки. Здесь меньше шумов и нет мыла, как на Motorola. Залека обе фотографии смотрятся хорошо. В OnePlus проглядывается и тут качество выше за счет более высокой резкости. У Moto мыло заметно даже издалека. Ширик ночью снимает у Moto без режима ночь, поэтому здесь видны небольшие отсветы от световых вывесок. У OnePlus имеется режим ночь и со цветами аппарат успешно справляется. По детализации OnePlus здесь выигрывает изображение более четкое при кропе. Это два примера сделанные при пятикратном зуме. Перископ снимает четче и не имеет засветов на источнике света. У OnePlus хоть и высшая светочувствительность на основном модуле, при цифровом зуме видно большое количество шумов. Еще один пример режима ночь. OnePlus выигрывает по качеству снимка. Здесь у Moto много мыла. За светами ночной режим справляется не так хорошо, имеется желтоватый оттенок на фото. По видеосъемке ночью у Moto я отключил электронную стабилизацию и в 4К 30fps видео получилось не очень качественным. Видно мыло, низкая детализация, а также проблемы с расфокусом и с автоподбором экспозиции. У OnePlus была автоматом включена стабилизация и у смартфона получилось более четкое видео. Не было проблем с фокусом и с экспозицией в том же участке, но R2 справляется лучше. Картинка не полностью убита. В общем у Moto основная камера не на уровне флагманов, а соответствует хорошему уровню середняка. Качество фото днем хорошее, ночью камера снимает на среднем уровне. По видео есть проблемы с расфокусом, что очень отталкивает лично меня. Плюсом отмечу неплохие вспомогательные модули, особенно полезный перископ. Перейдем к фронтальной камере. В Moto фронталка на 16 мегапикселей, а у OnePlus на 32 мегапикселя. В первом примере фото в авторежиме видно, что у OnePlus более правильные оттенки лица. У Motorola прослеживается теплый оттенок. Также здесь ниже детализация при кропе как на лице, так и на фоне. В портретном режиме Moto плохо справляется с размытием. Захватывает много участков портрета. В отличие от OnePlus. У фото на Motorola получается неестественным. В ночное время у OnePlus выше четкость лица за счет наличия подсветки экрана во время селфи. А у Moto очень много желтизны. Фото мне очень не нравится. В портретном режиме все то же самое. То есть неестественные цвета на Moto. В общем фронталка здесь хромает. По видео днем у Motorola неплохая картинка, но видна завышенная насыщенность цветов и небольшая замыленность лица. У OnePlus видео более естественное, но в темных участках изображение плохо просматривается. В ночное время Moto снимает ужасно. Много шумов и низкая четкость. OnePlus здесь по качеству явно выигрывает. По записи микрофона ситуация следующая. Я взял две дорожки с видео и сравнил в аудишн. У Motorola микрофон менее чувствительный, поэтому пики здесь невысокие. Амплитуда речи значительно выше шума. Поэтому голос слышно хорошо. Шумоподавление отсутствует, голос показался смазанным. У OnePlus чувствительность выше, поэтому пики выше. Также присутствует шум, а голос слышен четче. В общем микрофон на обоих девайсах зачетный. Перейдем к другим параметрам. У Motorola весьма хорошо работает модуль GPS. Сигнал находится быстро, максимальная точность достигает за 20 секунд и составляет 3 метра. Вибро у смартфона среднее. Ощущается умеренно через чехол. Но иногда в кармане короткую вибрацию при сообщениях можно пропустить. Теперь поговорим о недостатках. Я уже говорил об эргономике в форм-факторе, но это дело индивидуально. Кому-то данный форм-фактор будет удобен в использовании или это будет неважно. К сожалению, это не все отрицательные моменты в данном смартфоне. Самой главной проблемой, с которой я столкнулся, это связь. Здесь плохо работал 5G. Происходили частые сбои, потери связи и проблемы с VPN. Часто случалось, что я из-за этого пропускал сообщения, тормозил на входе в общественные места, так как у меня не открывался код здоровья и приходилось в будущем вообще отключать функцию 5G и пользоваться сетью прошлого поколения. Она здесь, кстати, более стабильная. Но не все так ужасно. Несколько дней назад вышло новое обновление прошивки, в котором как раз обещали устранить сбои связи и последние 4 дня смартфон работает стабильно. Вы думаете, это все недостатки? Нет, есть еще парочку. Мне не понравился здесь звук. Динамик у Моторола громкий и звонки слышно хорошо. Но когда смотришь видео с рук или во время игры, рука полностью перекрывает вырез под динамикой, звук практически пропадает. Приходится выкручивать на полную громкость, чтобы хоть что-то услышать. Прошивка здесь также хромает, несмотря на то, что интерфейс здесь более-менее плавный, удобный и понятный. Косяки есть, были и подвисания некоторых приложений, были и вылиты. Но самое раздражающее здесь это работа сенсора, который в управлении смартфоном выдает множество отказов в действиях. Теперь давайте подведем итог. Мото HS Pro мне в итоге не очень понравился. Это тот пример, когда какие-то мелкие косяки, недоработки, прошивки абсолютно портят весь опыт эксплуатации. Несмотря на то, что по отдельным аспектам здесь все хорошо. Особенно выделю качественный экран с отличной цветопередачей и отсутствием вредного мерцания. Железо здесь мощное, а автономность на достойном уровне. Основная камера здесь средняя, но вспомогательные модули дают смартфону хорошее преимущество. Есть небольшой шанс, что косяки в прошивке поправят. Обновления здесь происходят пару раз в месяц. Поэтому стоит подождать и посмотреть, как Мото HS Pro будет работать в будущем. Что думаете вы? Пишите в комментариях. А у нас на сегодня все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok